МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день вечера утра. Реальность сама складывает картину дня. В студии Гульнара Шарипова смотрите сегодня в программе. Стоп-игра, кресло занято. Я думаю, что Лазарев сумеет конструктивно выстроить диалог со всеми спортивными федерациями, со школами, нормализует ситуацию с календарным планом. Благо, критерии мы, как Олимпийский совет, разработали. Чехарда вокруг реквенспорта завершилась. Ремонт дорог 2017 завершен. Хочется сделать все сразу, чтобы не возвращаться к этому участку. И в следующем году что-то не переделывать, не доделывать. В зиму входим с асфальтом, посмотрим, как выйдем. Подоносящий сад. Дети учатся, взрослые смотрят на детей, тоже чему-то учатся. Происходит тесное домашнее такое общение. Ульяновский фестиваль всероссийского масштаба. Задача со многими неизвестными. Министерство спорта Ульяновской области продолжает лихорадить. 30 октября с поста регионального министра спорта уволили Наталью Пряникову, о чем в ходе аппаратного совещания заявил глава региона Сергей Морозов. Напомним, Пряникова приступила к исполнению обязанности министра спорта с июля текущего года, после того, как на повышение пошел бывший руководитель Сергей Кузьмин. Пряникова оказалась в кресле главы после победы в конкурсе на замещение должности, обойдя в финале чемпиона мира по борьбе Александра Безручкина. И вот новый поворот. Руководить региональным спортом отныне будет Владимир Лазарев. Устраивает ли спортивную общественность фигура новоназначенного министра? Какие шаги стоит предпринять ему и его подчиненным, чтобы наладить ситуацию в профильной отрасли? Хорошо разбираться в нуждах региона, знать свое поле и четко понимать стратегию того, куда он поведет регион. Если у тебя нет выверенной стратегии, если ты не знаешь, что ты будешь делать, ты не понимаешь, как ты это будешь делать. Беда многих регионов как раз отсутствие стратегического вектора. Когда шатает, то давайте мы побежим в массовый спорт, а давайте мы вот этот вид будем спорта развивать, а давайте другой. Нет, нужно определиться, выстроить свою среднесрочную, как минимум, перспективу и двигаться целенаправленно. Хорошо, что, во-первых, ситуация разрешилась, потому что уже несколько месяцев, скажем, период такого безвластия, он, я считаю, негативно влиял на всю спортивную общественность. Плюс Владимир Николаевич обладает громадным, колоссальным опытом. Я его помню еще как действующий спортсмен, да, то есть он много лет возглавлял департамент физкультуры и спорта. То есть в плане опыта, я думаю, что вряд ли можно найти у нас человека с большим объемом, скажем, выполненной работы в прошлом. Эту я новость воспринял с таким тихим восторгом, наверное, даже. Почему? Потому что он был первый, к кому я подъехал и предложил. Ну, не секрет, что я как бы немножко выступал переговорщиком со многими кандидатами. И когда мы формировали вот этот пул, конкурс, я думаю, что Лазарев сумеет конструктивно выстроить диалог со всеми спортивными федерациями, со школами, нормализует ситуацию с календарным планом. Благо, критерии мы, как вот Олимпийский совет, разработали. От спорта к делам дорожным. Зима и осень дежурят на улицах города попеременно. Ремонт дорог, которые пророчили практически на каждом совещании ульяновские власти, завершен. План перевыполнен, но, как обычно, без недочетов не обошлось. Например, ямы на улице Федерации, которые не соответствуют ГОСТу, по мнению ОНФ. Городские дорожники считают, что ямы и ГОСТ вещи, по сути, несовместимые. Однако оправдания у них есть. В кои-то веки околодорожные структуры начали взаимодействовать и стремятся к тому, чтобы укладка асфальта не предваряла ремонт труб, расположенных под дорогой. Весной, когда озвучивалась сумма, отпущенная на ремонт ульяновского дорожного полотна, народные скептики пожимали плечами и говорили, да ладно, как не было дорог, так и не будет. И оказались, к счастью, неправы. Удалось много в этом году сделать изменения. Конечно, они действительно очевидны, и многие их замечают. Но, к сожалению, у нас есть и проблемы нерешенные. Остались у нас проблемы по улице Маяковского. Сейчас дренажную систему тепловики сделали, но физически мы уже не успеваем примкнуть от энтузиастов до улицы Российской. Сейчас решаем, как этот вопрос будем делать. Подрядчики долго делают. Сейчас они завершают тротуары тоже. Остались там заездные площадки на улице Урисского сделать. Карманы, остановки, прочая косметика. Дороги сделаны. Качество ремонта покажет время. Но не все улицы, обозначенные в весеннем плане, отработаны. Планы исполняются. Планы, я бы сказал, даже переуполняются. Потому что то, что мы планировали, мы сделали все это уже дополнительные объемы, которые в ходе выполнения работы появились, возникли. Ну, целесообразность в этом есть, да, согласны. И хочется сделать все и сразу, чтобы уже не возвращаться к этому участку. И в следующем году что-то не переделывать, не доделывать. Например, на улице Радищева элитстрой работы по плану выполнил. Рядом с детской областной расширяют дорогу. Совсем недавно там положили нижний слой, который будет лежать до весны. Не надо спешить, считают дорожники. Качество вот что волнует всех. Улица Федерации, она перенесена на 2018 год. Вот участок от Роза-Лексимбург до улицы Можайского подрядчика выполнил. А вот Можайского до Карла Маркса там столкнулись с проблемой необходимости замены магистрального водопровода. Сезон ремонта дорог в Ульяновске близок к завершению. Скоро будут доделаны остановки, заделаны заездные карманы. Но улицу Федерации пока не сделают. Здесь водоканал должен сначала отремонтировать трубы. И в первый раз за все существование российского государства сначала будут вырыты трубы, а потом положен асфальт, а не наоборот, как мы к этому привыкли. Однако в зиму ям на Федерации не оставят. Независимо от решения водоканала о начале работ выбоины на дороге заделают. Павел Половов, Александр Кудряшов, репортер 73. Новые микрорайоны радуют глаз горожан. Яркими домами и детскими площадками. При этом без поликлиник, детских садов и школ все это едва ли можно назвать полноценным развитием города. Инфраструктуру необходимо готовить с учетом новаций в технической мысли и потребностей современного человека. В одном из самых молодых микрорайонов Ульяновска и Юго-Западном уже работают два детских сада. А также полным ходом идет возведение школы, которая всецело будет отвечать вызовам времени. Строительство школы в Юго-Западном началось в марте, а уже 1 сентября 2018-го ее двери откроются для учеников. По-настоящему современное образовательное учреждение входит в государственную программу развития образования и получила финансовую поддержку из бюджета региона. На следующий год заложены средства на софинансирование строительства еще одной крупной школы в городе Ульяновске, это микрорайон Репина на 1100 мест. Мы получили еще подтверждение с федерального министерства. В последующие годы у нас будут сельские районы, теренгульские районы, ряд других. Образование в Засвиярской школе будет многопрофильным. Ученикам предложат выбор – пойти по естественно-научной стезе или окунуться в архитектурно-художественное направление. Причем второе будет базироваться и на освоении компьютерных программ. В появлении такого объекта более чем заинтересованы власти города и области. Мы говорим не только о школе, о образовательном пространстве внутри здания. Мы говорим о образовательном пространстве во всем большом микрорайоне. И этот и тот микрорайон, о котором я говорю, это города, новые города, с новой инфраструктурой, большим количеством молодых людей с очень большими объективностями в самой деятельности сейчас. Школа Юго-Западного будет готова принять тысячи учеников. Помимо стандартного расписания, предусмотрена также программа дополнительного образования. Дети смогут выбрать, чем они хотят заниматься после уроков – играть в настольные игры или проводить настоящие научные исследования на базе школьных лабораторий. Не забыли здесь и о спортивном направлении. В школе будут работать три спортзала. Сейчас наука постепенно переходит на более нижние этажи нашего образования. То есть, если раньше были научные центры, университеты, то теперь мы постепенно заводим науку и в школу. Поэтому здесь, я думаю, что будут все условия для того, чтобы мы это делали. К открытию готовится основательно. Руководство и педагогический состав посещают лучшие образовательные центры в различных крупных городах. Опыт других регионов и инновационные технологии призваны помочь вырастить в стенах новой школы достойное поколение. Вера Мещерякова, Юрий Тимонин, репортер 73. Территория доброжелательная к детям и пожилым. Вопрос, как ее сформировать, стал основной темой декады НКО. Третья по счету «Десятидневка» стартовала 21 октября открытием фотовыставки НКО «Фокуси». Завершилась же 31 числа. В День общественника честовали не только наиболее активные организации региона, но и представили одну из вновь созданных. Презентацию своей деятельности провел фонд «Мосты». Чем займется новая общественная организация и какие задачи ставит в приоритет? Расскажем далее. Развитие местных сообществ и территорий. Основная деятельность, созданного в сентябре фонда, будет заключена именно в этом. Учредители уже подготовили ряд программ для бизнеса. Любой некоммерческой организации или частному предпринимателю обещают оказать помощь в подготовке или доработке проекта. Объединить ресурсы и реализовать замысел, помогающий развитию 73-го региона. Пилотные проекты фонда «Мосты» направлены именно на это. Один из них – это поддержка школьников и молодежи совместно с Министерством образования Ульяновской области, когда школьники будут готовить проекты социальной направленности, представлять нам, а потом совместно с нами реализовывать их на территории области. Это мероприятие у нас запланировано до конца мая 2018 года. То есть это такой длительный. Между фондом и региональным министерством образования подписан договор о сотрудничестве, который в дальнейшем поможет реализовать ряд интересных проектов. В частности, в планах разработка просветительских и исследовательских программ, проведение практических семинаров и конференций. Второй большой проект запускают совместно с Самарским фондом «Альянс». Назвали его «Серебряный возраст» и основной его целью станет консолидация сил учреждений и организаций, работающих с людьми пожилого возраста. Мы готовы включиться в этот фонд. Там, в частности, связано с ветеранскими организациями. Наши ветеранские организации работают в этом плане, но мы занимаем социальное посредничество, как посредником готовы предоставить, кто нуждается в социальной защите. У нас есть, кто нуждается. Мы, соответственно, очень активно участвуем в этом плане. Я думаю, что сейчас фонд презентацию проведет, но я чувствую душой и телом, что это будет на пользу нашим ветеранам. Акцент на темах работы с пожилыми людьми был сделан и на декаде НКО. Ряд проектных офисов был посвящен развитию потенциала некоммерческих организаций в этом направлении. Презентация фонда, основной деятельностью которого станет поддержка и организация ветеранов, логично завершила 10-дневный форум. Надеемся, что этот фонд будет аккумулировать средства бизнеса, органов власти, частные пожертвования, для того, чтобы потом на конкурсной основе самые лучшие инициативы поддерживать, чтобы наша область активно развивалась. До конца января фонд «Мосты» сформирует попечительский совет. Войти в него уже пригласили главу региона. Гульнара Шарипова, Александр Кудряшов, репортер 73. Ульяновская и Калужская области совместно поработают над национальной системой профессиональных квалификаций, инструментом согласования спроса на специальности работников со стороны рынка труда и предложения со стороны системы образования. Под квалификацией при этом понимается готовность сотрудника к качественному выполнению работы в границах определенной трудовой деятельности профессии. Как пояснил руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Денис Герасимов, соглашение предусматривает установление долгосрочных партнерских отношений между субъектами федерации. А теперь коротко о других событиях и жизни нашего региона. Почти 28 тысяч высокопроизводительных рабочих мест планируется создать в нашем регионе к 2020 году. Такие цифры были озвучены на конференции о создании высокопроизводительных рабочих мест «Стратегия роста для России», которая прошла на Ульяновском станкостроительном заводе. Наша задача, отметил губернатор Сергей Морозов, поиск новых подходов к стимулированию роста экономики, повышению производительности труда и созданию высокопроизводительных рабочих мест. Новые предприятия, которые мы запускаем в регионе – это высокотехнологичные заводы с высокой производительностью труда, в 3-4 раза выше, чем на предприятиях, представляющих традиционные для региона производства. Именно такие рабочие места мы хотим видеть в основе нашей будущей экономики. Всего за 9 месяцев этого года в Ульяновской области было сформировано почти 20 тысяч рабочих мест, из них 6463 высокопроизводительные, созданные в рамках майских указов президента России Владимира Путина. 1 ноября стартовал третий заключительный этап всероссийского конкурса «Народный участковый», проводимый в нашей стране с 2010 года. В первом отборочном этапе в сентябре участвовали участковые полномочные полиции, несущие службу во всех городах, районах и селах России. Его победители прошли во второй региональный отборочный тур, где лучшего выбрали уже путем онлайн-голосования на интернет-сайтах территориальных органов МВД. Ульяновская область представляет Валерий Хритин из межмуниципального отдела МВД России «Майнский». За него теперь можно и нужно проголосовать до 10 ноября на портале «Комсомольской правды». В конце сентября в Ульяновске стартовала игра «Победа», проводимая в рамках военно-патриотического проекта «Кузницы патриотов», и участниками стали учащиеся 20 общеобразовательных организаций нашего региона. Пятый этап этой игры прошел в профессионально-педагогическом колледже и состоял из двух турниров – шахматного и по русским шашкам. В шашках первое место уверенно завоевали учащиеся 17-й школы, а в шахматах первенствовали студенты строительного колледжа. Кому покорился Дельфийский Олимп? 31 октября в Ульяновске завершились восьмые региональные Дельфийские игры. Молодые певцы, танцоры, художники, парикмахеры, фотографы, дизайнеры одежды и даже журналисты и кулинары продемонстрировали свои возможности в 24 конкурсных номинациях. Региональный этап закончен, призеры и лауреаты определены. Подробности далее. Сегодня они в зале, но всего несколько дней назад сами нервничали перед выходом на сцену. Кто-то покоряет Дельфийский Олимп впервые, кто-то уже имел подобный опыт и решил рискнуть еще раз. Но главное – всех собравшихся в зале объединяет любовь к творчеству, искусству. Я вообще начала заниматься скрипкой с пяти лет. Мне это сразу очень понравилось. Для меня это очень родной инструмент. И вообще это, конечно, удовольствие. Играть на скрипке для меня это огромное удовольствие. Вообще Дельфийские игры на меня натолкнула на эти игры, на эти соревнования учительница. Она мне подсказала, что есть такой вид конкурса, я могу там поучаствовать. И мы попробовали. Я очень довольна, конечно, результатом. У меня первое место. В предыдущих годах мы тоже пробовали участвовать в Дельфийских играх, довольно удачно выступали. В этом году решили повторить. Вот уже пришли на Дельфийские игры ансамблем. И после довольно удачного выступления, вот результат золота. Дельфийские игры от года к году набирают все большую популярность среди молодых людей. Одаренные дети из Ульяновска и районов области получают отличную возможность показать здесь свои таланты, проявить себя в самых разных творческих направлениях. Количество заявок год от года увеличивается. В этом году очень приятно говорить цифру 720 участников. По 24 номинациям это достаточно крупное такое конкурсное состязательное движение. Лучшие концертные площадки города Ульяновска приняли участие в этом движении. И мы в порядке четырех дней отсматривали по 24 номинациям и присваивали золотые и серебряные, определяли победители. Итоги игр подвели 31 октября в отремонтированном киноконцертном комплексе «Современник». Дипломы и грамоты участники игр получили из рук губернатора. Весной следующего года мы не без оснований будем ждать удачного выступления Дельфийской сборной команды Ульяновской области в городе Владивостоке на 17-х молодежных играх России, 13-х состязаниях стран СНГ и 2-м евразийском Дельфийском форуме. Даже не надеюсь, а просто уверен, что выступления наших ребят, вас, дорогие мальчишки и девчонки, не просто будут удачными, но и станут отправной точкой вашей дальнейшей профессиональной карьеры. Кстати, региональные Дельфийские игры являются отборочным этапом перед всероссийскими молодежными играми, а значит, кому-то из победителей этого года выпадет шанс представить Ульяновскую область на играх 2018. Владимир Гаврилов, Юрий Тимонин, репортер 73. Начало ноября ознаменовалось сразу двумя значимыми событиями в театральной жизни Ульяновска. 1 ноября завершился трехдневный первый детский театрально-музейный фестиваль «Бахрушинская фантазия», приуроченный ко дню основания Государственного центрального театрального музея имени известного московского промышленника и мецената Александра Бахрушина. А накануне 30 октября стартовал Всероссийский театральный фестиваль «Александровский сад». Гостеприимный подвал в доме номер 6 по улице Минаева в Ульяновске 30 октября стал еще гостеприимнее. Здесь, в театре-студии «Анфант Рибль» открылся уже восьмой по счету Всероссийский театральный фестиваль «Александровский сад», посвященный народному артисту России Борису Александрову. Мы очень рады, что наш Александровский сад растет, цветет и приобретает все более широкую географию, приносит новые и новые плоды. Мы очень рады, что возникают новые творческие связи, которые переходят в прочное творческое содружество. Более 10 театральных коллективов и свыше 60 гостей в течение 7 дней будут демонстрировать свое творчество не только на домашней сцене театра-студии «Анфант Рибль», но и на малой сцене областного драмтеатра и в креативном пространстве «Квартал». Приглашаем коллективы детские, взрослые. Дети учатся у взрослых, взрослые смотрят на детей, тоже чему-то учатся. Происходит тесное домашнее такое общение, в различные игры, тренинги бывают. Здесь всем очень хорошо, и кто уже к нам раз приезжал, они просятся и в следующем году, и в следующем, если вдруг руководитель говорит, мы не можем поехать, там просто поднимается такой гвалт, и все-таки они приезжают, привозят очень достойные спектакли. А открылся Александровский сад одной из лучших пьес 2001 года, вошедшей в 12 лучших пьес итальянской драматургии последних лет. Это «Долгий путь слонов» Гаспара Дори. Эта пьеса, она имеет очень счастливую театральную судьбу, она много ставится в Европе, она ставится в Италии, во Франции, где сейчас проживает Гаспара, и откуда сегодня мы с ними связываемся и обсуждаем эту пьесу. И, к сожалению, в России эта пьеса была прочитана в театре на обочине 5 лет назад, и через 5 лет, вот, у нас даже люди ее поставили. «Долгий путь слонов» написана в жанре психологического триллера. Она о принудительной коммуникации, когда люди вынуждены взаимодействовать друг с другом, потому что заперты в одной комнате. В других условиях они никогда бы не стали этого делать. Элиза! Помоги! Элиза! Элиза! У зрителей создается впечатление, что они присутствуют на некоем психологическом эксперименте. «Долгий путь слонов» — это пьеса о том, что в жизни все взаимосвязано, что все, что с нами происходит, неспроста, и это отголосок прошлых событий нашего поведения в другой жизни. Одной из изюмин Александровского сада станет выступление лауреата премии «Золотая маска» театра «Кукольный дом» из Пензы, который представит спектакль «Жили-были». К слову, в прошлом году они показывали сказку «Дождя», которую некоторые зрители смотрели по два раза. Алексей Матюнин, Юрий Тимонин, репортер 73. В Ульяновской области набирают волонтеров на международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». 180 заявок поступило только за первые три дня. Ульяновский форум в Ледовом дворце «Волгоспорт-арена» ожидается с 1 по 3 февраля 2018 года. Для работы по шести направлениям планируется привлечь порядка 350 волонтеров. Одно из главных требований – знание английского языка и опыт участия в крупных всероссийских международных мероприятиях. Далее о других спортивных событиях из жизни региона. Финальный этап чемпионата России по автокроссу прошел в селе Арское. Ульяновский гонщик заводской команды «УАЗ» Михаил Кутинов одержал победу в классе легковых полноприводных автомобилей. Этот успех стал прекрасным подарком к празднованию знаменательной даты – 45-летию ульяновского автокросса. Ранее наш земляк уже становился призером чемпионата. Забоевать же звание лучшего гонщика в стране ему удалось впервые. Победителем этапа в Арском стал спортсмен из Московской области Михаил Коструков. Еще один представитель этого региона Петр Дрофичев занял второе место замкнул руку призеров Борис Головкин из Санкт-Петербурга. А вот чемпионат страны по хоккею с мячом в эти выходные только стартуют. Перед ульяновской «Волгой» стоит задача попасть в пятерку сильнейших 26-го по счету турнира. Стартовый матч наши хоккеисты проведут на домашнем льду против Зоркова. Этот поединок состоится 4 ноября. 7-го числа «Волга» встретится с «Водником». Помимо финансовых проблем, в преддверии чемпионата возникают трудности с составом. До сих пор не решен вопрос оплаты трансфера Дмитрия Савельева и Рустама Тургунова. Если в ближайшее время «Волга» не рассчитается сводником и Енисеем, эти игроки не смогут помочь команде в стартовых поединках. 73 команды вступили в борьбу за звание лучшей мини-футбольной команды города. Стартовый день чуть было не завершился сенсацией. Действующий чемпион «Мобирейд» МЧС сыграл в ничью с дебютантом соревнований «Юниором». Причем сравнять счет игрокам МЧС удалось только за полторы минуты до финального свистка. Сможет ли чемпион открыть счет своим победам во втором туре или отложит это еще на неделю, станет известно 4 ноября. Читайте в новом выпуске «Аргументов и фактов» в Ульяновске. Главная тема – День жестянщика. Первый снег и гололед традиционно становятся стихийным бедствием и приводят к транспортному коллапсу травмам. Что происходит в эти дни на дорогах? Справляются ли коммунальные службы? Вопросы-ответы. Что будет дальше с Палеонтологическим музеем в Ундрах и как сэкономить тепло и деньги? Горячая тема. В очередной раз фонд модернизации ЖКХ оскандалился на ремонте одного из домов на улице Крымова. Вместо одного миллиона потрачено миллион шестьсот тысяч. При этом на крыше якобы установлен парапет художественной ковки за 250 тысяч рублей, которого на самом деле нет. События недели. Прокуратура Ульяновска требует от администрации аннулировать документы на право собственности, выданные на законных основаниях предпринимателю несколько лет назад. За это время он построил газовую АЗС. Впоследствии вокруг появились дома, жильцы которых не хотят терпеть такого соседства. АЗС требует убрать как якобы самострой. Бизнесмен вынужден в судах доказывать незаконность действий администрации. Гости номера. Максим Копылов и заочно Юрий Копылов, театральный режиссер, которому 1 ноября исполнилось бы 80 лет. О сделанном. О невоплотившем театральную жизнь и продолженное после отца. По какому сценарию живет сын режиссера? Прогулки по улице Ульяновска. Органы, отвечающие за культуру и охрану памятников, бурлят и креативят, вешая по пять мемориальных досок на каждый дом или монтируя новые, не убирают старые. Свистопляска табличек с названиями улиц, неграмотными вывесками, путанными датами, разрушающимися памятниками и прочими причудами культурной столицы. На 12-й полосе касается всех. О чем расскажет платежка? Разбираемся с помощью специалистов, что кроется в платежном документе за жилищно-коммунальные услуги. Главная задача – как можно использовать информацию документа в своих интересах. Выясняем, можно ли повлиять на размер платежа и качество услуг. Ваше здоровье. Курить или не курить? И можно ли хоть что-то курить? Инсульт, как действовать? И опрос о бассейне Хандри. Традиционно на страницах «Аргументы и факты» ищите программу передачи телеканала «Репортер 73». Тут всегда тепло и сухо. 7-909-361-03-11. Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия. «Буревестник» – «Буревестник» – «Буревестник». Быть первым, быть лучшим. Цветочный стиль, превосходный декор, секреты и нюансы в нашем салоне – цветы и штучки. Карла Маркса 17, где живет красота. Обратившись в Ульяновский филиал паспортно-визового сервиса МВД России по адресу улица Орлова, дом 27А, корпус 1, вы получите реальную возможность оформить документы на паспорт гражданина Российской Федерации за один день. Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации сроком действия 5 лет за 2 недели и меньше. Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на 10 лет в максимально короткие сроки. Второй заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Справки и дополнительная информация по телефону 8-84-22-58-46-39. И в завершении важная информация от репортера 73. Запомните телефон рекламного отдела 30-41-73. Здесь есть все – от рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 304173 и вы в эфире. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите www.reporter73.tv. Реальность сама складывает картину дня. Реальность сама складывает картину дня.